Наталья Еприкян. Известная артистка и автор комедийных передач Наталья Еприкян долгие годы была частью проекта Comedy Woman, где блестела на сцене. После закрытия шоу она вернулась в Армению, где занялась продюсированием детской передачи, которая будет транслироваться на двух языках, английском и армянском, на местном телевидении. Константин Крюков. Константин Крюков, известный по фильму «Девять рота», потерял популярность из-за исполнения однотипных ролей. В настоящее время он продолжает сниматься, хотя проекты с его участием не так популярны. Последние годы он появился на экранах в сериалах «Наследие», «Хитровка», «Знак четырех», «Сансара» и «Открытый брак». Светлана Пермякова. Артистка и юмористка Светлана Пермякова стала известной благодаря участию в съемках сериала «Интерны». После она решила временно приостановить карьеру, чтобы посвятить себя семье и воспитанию дочери. Недавно она снова начала появляться на экранах. В 2021 году Пермякова участвовала в шоу «Звезды в Африке», а в 2022 году вернулась в третий сезон проекта «Битва сезонов». В настоящее время Светлана Пермякова активно участвует в театральных постановках. Павел Артемьев. Певец Павел Артемьев известен как участник «Фабрики звезд» и группы «Корни». Он вышел из группы в 2010 году, чтобы создать свою группу под названием «Артемьев». Но проект не достиг такой же популярности, как «Корни». Время от времени Павел участвует в постановках, театре, практика. Также у него есть опыт в кино и телевизионных проектах. Недавно Павел играл роль в благотворительном спектакле «Янина Студилина». Янина Студилина, известная своей ролью Полины Зеленовой в сериале «Ранетки». После этого была роль у Бондарчука в фильме «Сталинград», «Успешные сериалы», «Красная королева» и «Жизнь по вызову». У Янины эффектная внешность, но ее роли не всегда вызывают восхищение. Несмотря на это, она продолжает активно сниматься в кино и оставаться в центре внимания. Она также занята в спектаклях «Маленький принц» и «Человек-амфибия». Эд Вествик. Актер Эд Вествик, игравший Чека Аббаса в сериале «Сплетница», был восхитителен и пользовался огромной популярностью среди девушек. Однако после этого успеха последовало затишье, и сегодня его редко можно увидеть на больших экранах. Зато недавно он сделал предложение своей девушке «Семейная жизнь налаживается». Дарья Сагалова. Дарья, известная своей ролью Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», была не самым лучшим персонажем в качестве примера для подражания, но ее внешность запоминалась. После завершения проекта у нее не сложилась карьера в кино, она открыла танцевальную студию. Однако зрители снова увидели ее в перезапуске ситкома.